Протягиваем выпуск. Амаль 19 миллионов рублей в минулом году было накировано на набытье медицинского обстановления Организация Ховы Здоровья в области. Так, например, в связи с пандемией вдвоя появилась на колькость кропок подлучения кислорода. Аутопарк пополнился 12 автомобилями худкой медицинской допомоги. Але увага надавалась и иншим накерункам. Протягивались реконструкции лечебных корпусов и открывались новые отделения. По требовательности расскажет Ганна Корольчук. Сажнивня минулого года в Гомельской областной клиничной больнице працует новый аппарат для проведения ударно-хваливой литотропсии. Этот метод позволяет выводить камень, которые утвораются в нырках без хирургического вмешательства. Такую процедуру в нашем регионе проводят только тут. Попередний аппарат был набыт 15 лет тому и в опушный час потребовал постоянного ремонта. Зараз проведение сеансов на двух аппаратах позволяет лечить большую колькость пациентов и не спынять работу. Начиная с августа 2020 года нами выполнено порядка тысячи сеансов литотропсии. И надо сказать, что у нас работает новый аппарат. Вот с этой недели мы наконец-то запустили и наш старый аппарат «Семенцелитоскоп». В день мы проводим порядка 5-6 сеансов литотропсии, дроблений, порядка 5-6 пациентов. То есть понятно, что с одного сеанса, конечно, с учетом локализации камня анатомической особенности пациента, зачастую не удается фрагментировать камень адекватно, поэтому приходится выполнять и 2, и 3 сеанса. Об складанности проведенных работ можно мерковать по сумме выдаткованных сродков из областного бюджета. Амаль 200 тысяч белорусских рублев. Кошт самого аппарата – 600 тысяч евро. Оплаченный с фонду Министерства ховы здоровья. Уникальные не только для Гомельщины, а и для всей Беларуси операции проводят и у Рынгеновским отделения. Тут працан географичный комплекс, який оказывает допомогу при сосудистых патологиях некардиологичного профиля. Наш ангиографический кабинет уникален не только для всей Гомельской области, но и для Республики Беларусь в целом, так как мы занимаемся одной из малоизученных проблем – это эректильная дисфункция, проблемы мужского здоровья. Эндоваскулярная помощь проводится в первую очередь мужчинам среднего возраста, то есть трудоспособного возраста. Чаще всего это пациенты от 35 до 45 лет. Причем пациенты не только из Гомельской области, но и со всей Беларуси, а также из ближайшего зарубежья. У нас проводилось лечение успешное пациентам из Российской Федерации, из Украины. У таких выпадках эндоваскулярная хирургия дозволяет посбегнуть постоянного приема медикаментов об установке имплантов. Все ли то в областной больнице так само заявятся новые обсталявания. Самый сучастный в регионе – компьютерный томограф. Высокий попыт на такие доследования, выкликанные расповсюдживанием COVID-19, а проведение рентгеновской компьютерной томографии дозволяя оперативно проводить диагностику. В 2021 году томографы так само усталюются в Гомельских городских клиничных больницах номер 1 и номер 3, в Мазырской городской больнице, в Калинковицкой и Чашерской ЦРБ. В дневне минулого года так само завершился капитальный рамон первого корпуса областной туберкулезной больницы и уладкование кислородной станции. Это позволило разгорнуть в лечебном корпусе 130 ложков с мягчимостью додаткового подключения кропок подачи кислороду. Новый будинок и сучастное обсталявание отримала Гомельская городская центральная поликлиника для дорослых на улице Мазурова. Протягивались работы по реконструкции приемного отделения Гомельской городской клиничной больницы худкой медицинской допомоги. Зараз там будуется новый корпус. Завершить работы плануют в наступном годе. Ганна Коральчук, Евген Макеенко, Телерадо, компания Гомель.